Наконец-то хорошие новости. Похоже, люди, переболевшие ковидом и вдобавок сделавшие МРНК-прививку, защищены от коронавируса лучше других. У них гораздо больше антител, чем у тех, кто только переболел или только привился. Кроме того, у них есть иммунитет против различных вирусов, а не только коронавируса. К такому выводу пришла группа исследователей из Рокфеллерского университета в Нью-Йорке. В целом, у организма вырабатывается иммунитет не только к коронавирусу, но и к родственным вирусам семейства Сорбековирус, распространённым среди летучих мышей или ящеров. Также вырабатывается иммунитет к атипичной пневмонии, появившейся около 20 лет назад. Однако эти выводы основаны на данных исследованиях лишь 14 человек, привитых через год после болезни вакцины на основе МРНК, Байнтек и Модерна. Задача учёных теперь выяснить, можно ли добиться так называемого супериммунитета с помощью других вакцин, например, Астрозенека? А главное, могут ли те, кто сделал прививку, но не переболел ковидом, также быть защищёнными от различных типов вирусов? Сейчас нам нужно добиться таких же результатов, но уже только с помощью вакцинации. Вот почему я за то, чтобы людям делали третью прививку. После неё появится ещё больше антител. Надеюсь, что тогда иммунитет будет сравнимым с теми, кто привился и переболел. Исследование показало, что антитела способны бороться даже с некоторыми вирусами, которые переносят земноводные или летучие мыши. А это не исключено поможет предотвратить новые эпидемии. Предсказать это очень сложно. Но, по крайней мере, это даёт нам возможность выработать иммунитет против нескольких видов коронавируса. Если мы сможем добиться таких результатов с помощью вакцин, это означает, что мы сможем бороться с пандемией, коронавирусом, а также другими пандемиями в будущем. Но у исследователей осталось ещё много вопросов. Например, начнут ли работать антитела у привитых и переболевших, если вновь заразиться? Или как долго такой супериммунитет сохраняется?